Привет, мои дорогие котята. Надеюсь, вы ждали этот таск. Да, он наконец-таки вышел. Да, спустя пару дней, блин, буквально. Так что, начинаем с первого вопроса. Сколько у тебя персонаж? Насчитывается где-то около 30 с лишним. Просто есть основные, второстепенные и те, кто уже сдох. Ох, еще там третьего плана персонажей. И, короче, там можно считать их, по-моему, очень долго. Но, короче, их довольно много. Привет. Ты понимаешь, по-украински? Давно хотела спросить. И можно сделать с тобой коллаб, когда будет свободное время? Что ж, я завтра-казав у всех мои хаски все. Что я живу в Харькове, живу, блин, в Украине, тут родився, жила и т.д. и т.п. И я разумею украинскому. Просто так совпало, что в Харькове большая часть населения разумею русскую, поэтому я и разговариваю на русском, потому что я в этот момент могу начать говорить суржиком. По этому видео на украинском, помимо того, трум-трум, с моей реакцией, больше не будет. Если, конечно, мне не старик больно шило в одном месте, я не захочу сделать еще одно. А по поводу коллабов, ну, я могу спокойно его сделать с тобой. Просто зайди в мой телеграм-канал, напиши там, что хочешь связаться с главным админом, и, собственно, я откликусь, напишу тебе мизичку. Вот как-то так. И мой телеграм-канал, и прочие соцсети всегда добро пожаловать. Итак, вопрос к создателю. Почему именно такой стиль ты себе придумала, и почему он связан с игрой Бенди? Ну, я так скажу, он не сильно даже связан с Бенди, а он, Бенди, лишь стал основой для моего занятия, и моего интриблин, ну, почти занятия. С самого начала я вообще гачу снимала. Буду честна, простите, пожалуйста. Всем, чем обязан Бенди, еще один художник, это тем, что у моих персонажей отсутствует шея. А так, я стараюсь найти себя. Я очень долго искала способы нарисовать нормальную шерсть. Я даже срисовывала у многих художников, но пришла к более-менее нормальному виду шерсти на щеках. Это единственное, что я искала. Я срисовывала у Сэшли, у еще кого-то. Ребята, простите, пожалуйста. И вот так вот пришла к данному, не знаю, стилю. Я не могу это назвать стилем, потому что есть то, что я все еще не умею рисовать, но учусь. Людей я вообще никак, вот никак не могу их уметь рисовать, никак. Но буду учиться, правда, в анимации и вы их пока не увидите, кроме созданки клонов. Хотя они эти. Но все же. И я сейчас буду очень дико просто учиться, параллельно с ним стараться выпускать видео. Но я, собственно, это и буду делать. И постараюсь все-таки их делать. И мой стиль все-таки прогрессирует. Все, дальше и дальше. Хоть я этого и не сильно замечаю. Но, если вы очень захотите, я сделаю насчет этого отдельное видео и даже сделаю обзор в этом видео на мои старые скетчбуки, альбомы и прочую фигню. Что ж, котят, надеюсь, видео вам понравилось. Надеюсь, вы рады, что ответила на все ваши вопросы. И если вам действительно будет интересно насчет скетчбуков, то напишите об этом в комментариях. И я постараюсь это сделать в ближайшем будущем. Не бойтесь писать еще здесь комментарии насчет с вопросами. Я тоже с лишним маски, может быть, отвечу. А так, всем спасибо за просмотр и всем пока!